Отель действительно лучше некоторых пятерок. Это пальчики оближешь, это очень вкусно, я его обожаю. Друзья, всем привет-привет вам из Египта, из солнечного-солнечного Шермальшейха. С вами, как всегда, Ксюша. Напоминаю, что отдыхаю я в отеле Grand Oasis Resort 4 звезды, и каждые сутки проживания обходятся мне в 56 долларов. Друзья, показываю вам обстановочку сейчас, обстановочку по кайфу. Ой, вы знаете, солнышко на секундочку спряталось, и прям так хорошо, так хорошо выдохнули. Итак, друзья, сейчас мы с вами быстро бежим на обед, ну и, конечно, будем знакомиться дальше с этим замечательным отелем, Четыре звезды. Уборка здесь и днем, и ночью. Убирают. Молодцы, конечно. Так, место расположения моего номера, мне нравится. К ресторану я иду по территории этого интересного отеля. Ой, так много людей, такой большой заезд. Вот, а к морю мне совершенно рядом. У меня вид с балкона практически на море. Показываю вам обстановку сейчас. Люди уже пообедали и тусят возле, значит, Лоби-бара. Так, вот мы поднялись уже с вами в ресторан. Кто не хочет подниматься по ступенькам, пожалуйста, есть лифт. Можно один этаж спуститься на лифте. Итак, друзья, все, мы с вами уже в ресторане. Добрый день! Так, вот мне нравится здесь ресторан, конечно. Очень громадный. Такие вот золотые колонны. Привет! Как они светятся, посмотрите, переливаются в огнях ламп. Привет-привет, друзья из Египта, давай к нам! Детский уголок, друзья, пожалуйста. Этот отель однозначно подойдет как для молодежного отдыха, так же и для пар с детьми. В отеле два захода. Один с фонтона и один есть плавный заход с берега. И так же, как видите, есть детское меню. Итак, курочка, паста, пенопаста. Здесь у нас картофель фри. И здесь вот, пожалуйста, рыбка и овощи на пару. Морковочка и капуста брокколи. Обожаю капусту брокколи. Всегда в отеле Grand Oasis Resort. Четыре звезды. Очень много сладкого. Что на обед, что на ужин. Правда, на ужин особенно. На обед много. А вот на ужин вдвойне. Так, ну и посмотреть, какой выбор по фруктам. Бананчики, апельсины, яблочки, финики, желе. Так, ну что, давайте начнем с гарнира. Это рис. А рис в ассортименте, так сказать. Спасибо. Дальше. Хебаб. О, вы посмотрите на этот хебаб. Мясо. Какое шикарное мясо. Тот мармит еще полный, но тем не менее его уже убрали. Так, а для вегетарианцев. Вот вам, пожалуйста. Дальше. Турочка. Здесь у нас что? Картофель. Щек. Картофель с луком в кляре. Так, что у нас дальше? Гратен. Ой, ням-ням. Вы посмотрите, баклажаны с мясом, с фаршем говяжьим. Очень, конечно, аппетитно смотрится. Вот его название, друзья. Также рыбка. Ой, нильский окунь. Ну, нильский окунь, вы знаете, в Египте. Это, конечно, это пачки отлижешь. Это очень вкусно. Я его обожаю. И везде, где в отелях я его вижу, конечно же, я его всегда беру. Я, в принципе, нильский окунь только в Египте и кушаю, потому что дома я его почему-то не покупаю. Видимо, дорого. Паста. Так, здесь у нас, значит, цукини в кляре, синенькие в кляре, картофель фри. Картофель фри сейчас будет добавочка. А здесь у нас что? Паста. Здесь у нас готовится паста. Вот, пожалуйста. С любой добавкой. Вот, также паста в ассортименте. Вот, с перчиком, с помидорчиком, с томатами. Соль, перец, кетчуп. Так, хлебобулочные изделия. Хлебобулочных изделий немного. Но, вы знаете, друзья, я, конечно, вам покажу обязательно завтрак. Но я с завтрака была просто в шоке. На самом деле, рыба в Египте стоит очень дорого. Я была в картофеле, я видела цену. И когда на завтрак я увидела скумбрию с икрой. Вот, там больше было икры в этой скумбрии. Вы знаете, я была, правда, я была удивлена. Все-таки завтрак в отеле 4 звезды. Никак не 5 звезд. Но я, правда, я вот говорю уже, повторюсь. Я не единожды это говорила. Отель действительно лучше некоторых пятерок по питанию. Правда. Также чикен-супчик продолжаем знакомиться. Греночки, лайм, лук, греночки, зелень. Ой, вот эти вот такие вкусные штучки. И томатный суп. Конечно же, громадное количество. Вы посмотрите. Капуста, зелень, шпинат, помидоры, петрушка, перец, айсберг, лук. Значит, что это у нас? Зелёный салат, огурцы. Дальше у нас такини-салат, греческий салат, баба-гануш, чикен-салат. Что там у нас ещё дальше есть интересного? Какой-то гарлик-салат. Ой, ну, конечно, обалдеть. Думаю, что меня так здесь щекочет. А здесь работает вытяжка. Так, дальше. Посмотрите, синенькие огурчики-помидорчики. Ой, ням-ням. Салатики. Вот со спаржей. Вот, пожалуйста, с дыней, с ананасом. С апельсином, точнее, салат. Также гавайи. Чикен гавайи. Я вот, правда, не знаю, чикен гавайи это это, либо это. Ну, и курицы я не вижу ни там, ни там, по крайней мере. Так, дальше. Ну, аппетитно выглядит и тот, и тот. Так, значит, соусы горчичный, обычный. Ну, и, друзья, пожалуйста, обратно целый стол с зеленью. Посмотрите. Ну, и, конечно же, красота. И вот все, кто обедают вот именно вот за этими столиками, вы посмотрите, какие виды шикарные наблюдают с окна на территорию отеля. Овощи готовят именно для этих суфтелек. Вот вам показывают, друзья, и идем сюда, посмотрю. Так, рис, картофель. Это у нас морковка, спаржа. Здесь вижу томаты. Очень вкусное блюдо. Здесь дальше у нас что? Ой, рыба. Ну, посмотрите, какая аппетитная рыба. Я пробовала здесь рыбку, просто сказка. Друзья, и я не знаю, что вот это такое вкусное, с овощами, с луком. Похоже на печень, но я могу ошибаться. Либо говядина, либо печень, но очень аппетитно выглядит. Друзья, делитесь в комментариях. Это был обед. Как вам обед? Что понравилось, что не понравилось? Мне будет очень интересно. Так, я иду, беру тарелочку. И пару блюд мне, конечно же, бросилось в глаза. Спасибо большое. Так, друзья, пока-пока. Так, друзья, я себе заказала соду. Очень хочу пить. Пока сделала обзор, значит, еды в ресторане. Устала, правда. Ой, какая вкусная. Давайте я покажу, что же я себе вкусненького взяла. Так, значит, супчик, куриный бульон. Посмотрите, сколько мяса. Я, конечно же, себе лук в кляре сюда бросала и много зелени. Сразу хочется попробовать этот бульончик. Ммм, вот такая вкуснятная лук в кляре. Какой пикантности придал. Ой, обалдеть. Также, ну, соду я вам показывала. Так, айсберг, огурчики, помидорчики и два вида пасты. Также, конечно же, взяла запечённое, вы посмотрите, с мясом, с сыром, как много сыра, баклажаны. Также запечённая картофель. Ну и две рыбки. По сладенькому взяла себе инжир, значит, дыньку. Ну и, конечно же, желе. Я обожаю желе. И здесь желе есть всегда. Что на обед, что на ужин. Здесь, в принципе, сладкого. Просто вот так вот. И вот так вот просто выбор шикарный. Столы ловятся. Я, конечно, в шоке. Друзья, касательно ужина, я вообще молчу. Ужин здесь очень сильный. Показываю вам ещё раз обстановку в ресторане. Людей очень много. Ресторан практически полный. Под исключением пару столов возле выхода. Вот, всё, друзья, бежим дальше, знакомиться. Спасибо. Бежим дальше, знакомиться с территорией отеля. Два а-ля-карта ресторана. Один на берегу моря возле снег-бара. Я вам его показывала. И также второй ресторан а-ля-карт. Это вот снизу, тут, где главный корпус. Так, всё, друзья, побежали дальше. Мы с вами пришли к моему номеру, к моим апартаментам. Давайте же сейчас начнём знакомиться. Какой же у меня номер и куда выход? Значит, номер у меня 4112. Друзья, кто жил в таких номерах, приближённых к морю, признавайтесь. Ой, что это? Так, закрываем двери. Ну, давайте ставим карточку, потому что не работает кондиционер и нету света. Итак, друзья, вот такой вот большой коридорчик. Значит, тумбочка большая, удобная, деревянная. Не посредине комнаты, а именно в этом коридоре. Так, друзья, по левую сторону ванная комната. Ванная комната средних размеров с ванной. И также душем, что мне очень нравится. Вода точно никуда не вытекает. Всё хорошо, в этом плане всё очень удобно. Сантехника хорошая. Даже можно сказать, новая сантехника. Два ванных полотенца было. Друзья, полотенчики белые, пушистые, правда. Значит, полотенце для ног белое и большое. Два полотенца для лица. Одно полотенце где-то в комнате лежит. И, а, вот, вот это полотенце для лица. Вы посмотрите, какие белоснежные мягенькие полотенчики. И также второе банное полотенце. Также есть, значит, в ванной шауэр-гель, есть шампунь, есть лосьон, ванные принадлежности. Также кусочек мыла. Вот. И стаканчик для зубной пасты и щётки. Фен. Фен старенький, но, тем не менее... Ой, как хорошо. Работает хорошо. Вот. Несмотря на то, что он действительно старенький. Вот такая вот, друзья, ванная. Ванная хорошая. Нигде ничего не выбито. Целенькая, чистая. В общем, хорошая ванная. Так, друзья, идёмте знакомиться дальше. Так, коридор мы с вами смотрели, значит. И попадаем мы с вами в большую комнату. В большую просторную комнату. Давайте включим, значит, мы все светильники. Покажу вам её яркость. Вот. В тёмное время суток. Комната, я не скажу, что тёмная. Комната светлая, и это хорошо. Значит так, смотрите. Встречает нас сразу такая вот шикарная, пускай не новая, но добротная, шикарная, деревянная мебель. Да, друзья. Именно дерево. Очень красиво оно смотрится. Вы посмотрите. Эффектно. Также зеркало. Зеркала во весь рост нету, но, тем не менее, я вот в этом зеркале вижу себя практически, можно сказать, во весь рост. И что самое главное, конечно же, вы посмотрите, есть чайный набор. Значит, две такие вот керамические чашки. Здесь я себе делала кофе. Есть кофе, также есть сливки, сахар и чай. Вот. Плазма. Не маленькая. Плазма средних размеров. Светильничек. Стульчик. Тоже деревянный. Также есть вот такой вот уголок для, не знаю, людей, которые работают удаленно, либо же просто посидеть. Кто может в гости зайдет. Может вы с друзьями приехали и друзья в гости зайдут. Вот вам, пожалуйста, вечером посидеть. Либо дополнительно стульчики вынести на балкон. В общем, есть и есть. Если он здесь есть, значит, это хорошо. Друзья, также две кровати. Вот. Ну, кровати эти не сдвинешь, кстати, что я очень не люблю. Но, тем не менее, кровать большая. Места мне здесь действительно хватает. Видела я кровати, конечно же, одноместные и поменьше. Здесь действительно кровать белоснежная, большая, очень удобная. Удобный матрасик. Подушечки две белоснежные. Красивое изголовье кровати. Посмотрите. Два светильничка над кроватью. Также картина. Вот какие верблюды. Дальше что у нас? Тумбочка. Две тумбочки прикроватные. Ну, и также вторая кроватка тоже белоснежная. Тоже мягенькая. Вы знаете, правда, насколько удобные кровати. Так, дальше, друзья. Смотрите. Шкаф большой. Удобный шкаф. Купе. Добротный. Такой же вот под мебель. Все в тон. Все, чтобы было красиво. В цвет. В тон. Места в шкафу достаточно. Значит, открываем одну половину. Здесь много вешалок. Есть куда положить. Разложить все. Места хватает. Также вторая половина. Здесь у нас сейф. Сейфом я не пользуюсь. В этом отеле я также решила пользоваться своим чемоданом. Неоднократно говорила, много раз вам рассказывала то, что у меня есть ключик. Точнее, замочек и не один. И я туда. Значит, деньги. Вот. Все, что у меня есть драгоценного. Паспорт, деньги. Все вожу в чемодан и одеваю замочек. Друзья, что касается интернета. Сразу вам хочу рассказать по интернету. Интернет бесплатный. Номер комнаты вы не вводите. При заселении вы на ресепшене просто подключаетесь к сети Grand Oasis. Без пароля, без ничего интернет летает. Интернет очень хороший. Хорошо ловит, что на пляже. Хорошо ловит в номере. Интернет хорошо ловит по всей территории отеля. Правда, я даже качаю видео, скидываю видео в YouTube. Вообще, замечательно. Замечательно. Скорость меня вполне устраивает. Экономлю свой интернет, так сказать. Друзья, ну и давайте я вас также познакомлю. С концепцией отеля быстренько. Значит, друзья, главный ресторан завтрак с 7 до 10.30, обед с 13.00 до 15.00, ужин с 18.30 до 21.00. Кому интересно, ставьте на стоп. Я стараюсь близко держать, чтобы было видно. Так, возле закуски, бар возле бассейна. Денч и круассан с 11 до 12.00. Возле бассейна. Бар возле бассейна. Пицца с 15.00 до 17.00. Бар возле бассейна. Мороженое, одна порция на человека. С 15.00 до 16.00. Также бар на пляже. Шаурма, колбаса, картофель, фриз. С 13.00 до 17.00. Лобби-бар. Закуски, суп, фрукты, десерты. Значит, с 12.00 до 7.00 утра. Это, друзья, на лобби-баре. Так, лобби-бар. Значит, напитки с 10.00 до 00.00. Бар возле бассейна с 10.00 до 5.00. И бар на пляже с 10.00 до 5.00. Напитки, все включено. Безалкогольные напитки, кола фанта спрайт. Так, ну это все понятно. Друзья, в общем, чуть-чуть по концепции вам рассказала. А теперь, давайте, прекрасная половина покажет прекрасную половину этого номера. Ну что, друзья, поехали? Вы посмотрите, красивая тюль, красивые шторы. Очень удобно открывается. Вот всегда хочется именно вот так вот сделать медленно, потому что там, конечно же, картина. Очень приятная картина, красивая. Друзья, выходим на балкон и дам-тарарарарам-там-там-там-там. У меня первый этаж. Ну, в принципе, я не жалуюсь. Я давно говорила, что первый этаж я люблю. Правда, лишь бы не пятый. Я вот пятый не очень люблю. Вот, а первый меня вполне устраивает. Я очень довольна, что у меня первый этаж. Также сушилка для обуви. Вы посмотрите, балкон большой. Правда, балкон большой, чистый. И какой же кайф на этом балконе вечером выйти с чашечкой чая и полюбоваться вот на эти виды, друзья. Также стульчик, стол, еще один стульчик. Места достаточно. Очень, друзья, жалко, конечно, что камера удаляет, потому что вот все вот эти вот кусты, все вот эти цветущие кусты, да, вот эти цветы, они, конечно же, совершенно рядом. Да, очень мне жаль, действительно, что камера удаляет. И я неоднократно говорила, что у меня очень удобное расположение номера. Чем оно удобно? Для тех, что у меня практически первая береговая, и практически видно море. Если бы у меня был второй этаж, то, конечно же, у меня был бы вид на море. Здесь, в принципе, отель каскадный. Вот эти вот, которые ведут до ресторана, они все будут с видом на море. Друзья, ну что, делитесь в комментариях, как вам мой номер, что вам понравилось, что не понравилось, какие номера были у вас, мне очень будет интересно. Также это помогает не только мне, но и также потенциальным туристам. Ну, а мы с вами бежим дальше. Поехали! Здравствуйте, здравствуйте! Ой, какая пицца! Да, спасибо большое! Нет, достаточно. Друзья, вы посмотрите, я сейчас пришла... Значит, спасибо большое! Я сейчас пришла, значит, вот... Снэк-пицца, который работает с 15.00 до 17.00. Сейчас поднимусь на лобби, потому что здесь очень громко музыка играет. Вы посмотрите, ну, я не знаю, это один сыр просто, это не пицца, это один сыр. И открывается, значит, пиццерия. В 15.00, у меня слюнки потекли. Вот, я подошла ровно в 15.00, и, о чудо, здесь уже все подготовлено, пицца нарезанная. Вот, подходят, значит, гости отеля, отдыхающие сразу в тарелочку, сколько кусочков хотите, пожалуйста. И все быстро, без очереди, вы пиццу не ждете. Также можно пообедать, кто не ходил на обед. Вот, можно пообедать прекрасно вот этой пиццей, значит, порелаксовать на бассейне. Вот, сейчас много, кстати, действительно на бассейне отдыхающих. Вижу уже и кальяны подносят. Вот, вы посмотрите, уже кальяны. Сейчас будут шишу отдыхающие. И также с 15.00 работает мороженое. Друзья, хочу вам также показать, здесь вот в холле есть также магазинчики. Здесь вы можете купить... Здравствуйте! Здесь вы можете купить шлепанцы. Посмотрите, какие модные шлепанцы. Сейчас такие модные. О, класс! Вы можете купить также чемоданы. Вот, часто вы спрашиваете в комментариях, вот есть чемоданы, обувь. Ну, мало ли, вдруг порвалось. Также, посмотрите, такие вот черевички египетские шлепанцы. Здравствуйте, здравствуйте! Здесь у вас магазин сувениров, да, красота? Да, давайте зайдем, нас приглашают, посмотрим. Ой, у вас работает кондиционер, так хорошо. Друзья, вот посмотрите, какая красота. Вот эти тарелки мне так нравятся. Чашки. Как правильно? Да, чеканка. Чеканка? Да, ручная работа. Ручная работа. Чеканка, друзья. Я даже не знала, как она называлась. Изиз, бог любви. Это бог любви, да? Вот так вот, спасибо. А это? Это рак. Как? Рак. Рак? Рак. Бог солнца. Друзья, прежде чем покупать такие вот, значит, тарелки на сувениры. Это рак. Это рак. Как, простите? Это удача ладизны. А, для удачи, друзья. Вот. Будете знать. Бог солнца, бог любви. И также вот на удачу. Такой вот сувенир. Это ручная работа тоже. Папирус, да? Это спица лучей. Это сейчас что? Дерево жизни. Да, я знаю. Дерево жизни, да? Когда закрыто спит. Ага. Кошка. Видно, кошка. Ага. Класс. Не, ну прикольный, конечно, этот Папирус. Очень красиво смотрится. Посмотрите, какие красивые эти чайнички. Аладинчики. Аладинчики, да. А ну, Аладинчик, если потереть их, выскочит оттуда, исполнит мое желание. Хотя у меня много желаний. Ну ладно, давайте хотя бы одно. Так, вам большое спасибо. Хорошего дня. Так, друзья, идемте дальше. Спасибо большое. Также есть сим-карты, пожалуйста. Сим-карты. Здесь уже у нас все. Бритвы, наушники, конфеты, ватика. Здравствуйте, здравствуйте. Вас там и не видно. Посмотрите, шоколадки всякие. Все есть. Ну правда, у вас все здесь есть. Манго очень слабо. А где у вас манго? Манго, но белка две. А, еще и манго. Видите, я даже проскочил. Друзья, ну обалдеть. Вот даже не нужно выходить никуда с отеля. Еще даже и манго есть. Вот. Так же, что здесь у нас есть чипсы. Все то, что любят детки, как говорится. Вот, пожалуйста, мивина. Мивина, хлопья, вода, напитки, соки. Ну круто. Орешки. А мороженое можно? Ой, спасибо большое. Ой, спасибо большое. Друзья, показываю вам, как выглядит мороженка шоколадная. Также напоминаю, это пулл бар. Здесь есть вот как замороженные вот эти вот соки. Видите, как молодежь их любит. Друзья, на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Комментируйте, как вам обед, как вам мой номер, что понравилось, что не понравилось. Кто отдыхал здесь, комментируйте также обязательно. Это помогает не только мне, но также потенциальным туристам. Напоминаю, что у нас есть новый канал Ксюша Александр про туризм. Подписывайтесь обязательно и туда. Друзья, вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...